еврозона по поводу встреч g7 евросоюза россия украина то есть то что глобально там коалиция сформирована и кровью всех заставили подписать договоренности в глобальном противостоянии китая это американцы конечно сделали и вот это глобальное противопоставление этого знать как не просто мне покупаю китая текстиль не покупаю у китая гранулы из которых приготавливается краска очень простая вещь дорогие друзья я думаю вы тоже обращали внимание что вот например такой-то год выпуска и ну кто машинами интересуется например очень много белых машин или там очень много черных но не металлик и откуда берется краска краска входит в моду если вы даже на текстиль посмотрите то ее где-то производят эти гранулы краски и производство краски эта вещь тоже знаете есть очень дешевая а есть намного дороже там добавляются редкоземельные вещества металлы это процесс достаточно интересный для тех кто близок химии но не закупить у китая невозможно и когда америка говорит вы у китая не покупайте это не звучит так вот просто мы вам запрещаем нет они говорят давайте мы с вами в брюсселе создадим единое техническое руководство а также единый стандарт по закупке и дальше идет перечень чего закупать и америка четко знает вот у них есть частично тоже зависимость от китая там полуфабрикат для той же краски те тот же грануля там или еще что-то и не вставляется в этот список там здесь зависимости от китая но как только у американцев есть собственное производство которое легко можно расширить за европейские деньги то они вставляют этому вы не покупайте у китая и лопухи европейцы а может быть не лопухи абсолютные предатели европейского союза с точки зрения экономической самостоятельности потому что я считаю политика зеленых в германии это предательская политика по отношению государства германии и тому доказательств уже очень много и скандалов очень много вот точно так же урсула фонда лайн это предательская политика по отношению к евросоюзу но абсолютно поощрительное по отношению к экономике соединенных штатов америки и в этом отношении вот подписать коммунике создать центральный регистр центральный протокол комитеты договориться о том что будут все синхронизироваться в принципе это большая победа америки большое поражение евросоюза просто огромное и до простого человека в европе это не доходит это знают специалисты и дело не в том что специалисты уверовали в единую мощь вот надо объединиться экономически мы верим в то что так лучше эта модель сработает мы объединим наши рынки мы объединим наше производство нет неправда это и как только вникают я разговаривал с представителем автопрома немецкого человека который 20 лет в автопроме немецком был на топ позициях менеджмента анонимизируя потому что те вещи которые он рассказывал они просто потрясающие он рассказывал о том как выкручивает америка руки как ворует менеджеров как происходит это на взлете когда молодые люди еще в школе менеджмента как уже их приглашают и очаровывают идеей сто процентов безопасного размещения капитала и индустриальных мощностей на территории соединенных штатов америки и вы понимаете тогда пугалка срабатывает вот россия завтра будет бомбить европу европу россия бомбить будет только в одном случае если из европы вылетит хоть какое-то тело в направлении российской федерации тогда не будет этой европы сработает доктрина безопасности все прописано в конституции россии и в этом отношении пугалки срабатывают я вот фразу сказал что искренне верят в то что не будет планеты земля вот эти активисты которые себя приклеивают по практически по всей европе но в последнее время они особенно активировались германии и кстати объекты исторического наследия в музеях картины которые были испорчены потому что прям к полотну приклеили себя вот эти идиоты я был в японии и говорил о символичности и вы знаете хиросима не хиросима вот эти все игры в символичность это тоже мне кажется отвлекает внимание но у китайцев ты не отвлечешь сейчас внимание тем что создана антикитайская коалиция евросоюз подписал вот этот договор с америка это действительно договор на долларах это идет в копилку все-таки америки это не в копилку европы и хитрость американцев она в данном случае прозрачно но еще раз простой человек этого не видит а те специалисты которые должны по логике вещей аргументированно экономически визионерством с точки зрения финансов инвестиций рассматривать европу как отдельно от америки существующий институт эти люди не являются специалистами по экономике эти люди не считаются специалистами по финансам потому что ты не можешь идеологически быть экономистом если ты экономист давайте так представьте себе что вы пришли к зубному врачу и он политически оценивает ваши зубы при этом вас интервьюруют во время разговора как вы относитесь к конфликту россии на украине если вы отвечаете не очень правильно он вам бором без наркоза по больному нерву так чтобы мало не показалось вот на самом деле себя так ведет америка с европой и это унизительно конечно и когда экономисты начинают политически аргументированно что-то говорить это бред дайте экономическую справку развития дайте отраслевую справку логистики и зависимости от китайских производителей после этого пусть политики думают как это переложить на политику политические рейсы и выторговать собственный интерес весь он с китаем здесь вам соединенными штатами америки но если вы оголтела экономически начинаете из-за такта что вы осуждаете агрессивную войну поэтому нужно обязательно против китая то извините никакой логики нету и тогда понятно почему я обещал анекдот выложить про клоуна в телеграм канале потому что для меня вызов клоуна это отвлечение внимания от повестки но вы не можете ее отвлечь у китайцев китайцы абсолютно четко поняли это уже не сигнал я считаю что этот дан старт не компании а откровенно экономической войны в том числе евросоюз объявил себя подчиненным соединенным штатам америки и они конечно же союзники в этом деле против китая против китая в экономическом контексте на этом фоне знаете опять же практически не обратили внимание о переговорах тайваня с соединенными штатами америки по поставке оружия стоп-стоп-стоп-стоп что там по поводу одного китая это как у вас один китае ну какому-то одному китаю вы как-то поставляете оружие или что значит от ни один китай не надо мне врать я это прекрасно понимаю и китайцы это прекрасно понимаете евросоюз данном случае вы знаете есть различные подходы в политике и вот в первой части мы говорили о том что вот польские фуры перегрузка я вижу реакцию по поводу того что в россии нету такого количества фур стойте 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 и никто не говорит что это будет легко и просто даже место организовывать нужно белорусов нужно спросить как они к этому относятся но вы знаете ничего страшного переболеют и через год будет все в порядке все будет налажено не надо каждый раз оглядываться на тонкости и вот это вот оглядка у китайцев тоже есть осторожности определенные что если дать европейцам пошагово выстроить взаимоотношения как они хотят того с китаем то в принципе шаг по шагу вот как например с газом из россии а мы еще до сентября покупаем а до ноября а мы потом наполним хранилище мы у вас будем брать столько сколько нужно но политическая окраска звучит так что не сколько нужно европа потребляет в том числе и германия а мы мол россию наказываем мы бы взяли бы больше и дальше начинается наказывать не россии посредством закупки сжиженного газа у американцев по цене в четыре раза дороже чем российский газ стоп 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 вечное отвлечение внимание вот этого фокусника иллюзиониста который вытаскивает кролика и шляпы но при этом вам не только забалтывает мозг и разум он еще делает определенные шаги вы в начале когда пришли на это представление вы хотели увидеть действительно как из цилиндра вытаскивают кролика вот кто-то из вас видел в живую как это происходит вы действительно те кто увидели можете подтвердить что вы знаете в каком рукаве кролик в начале самом сидел и как это произошло и вот пока я с вами разговариваю оглянитесь рядом с вами сидят люди у них уже часы сняли у них уже сняли рубашку и штаны они сидят в трусах на представлении а мы дальше с вами будем говорить о кроликах вот так вот действуют соединенные штаты америки именно эта роль зеленского была отведена в хиросиме отвлечение внимания совсем от другого и зритель в данном случае который уже без часов без носок он еще в трусах но вполне возможно что в этом садоме в этом европейском либеральном мире в котором навязывается трансгендерная роскошь как нормальность существования со школьной скамьи вполне возможно что они уже сидят голые и им говорят да это нормально ребята сидите голые и конечно же еще вчера веленский разговаривает с мэлани с премьер-министром италии у меня в телеграм-канале выложены видео которые это драматические конечно видео из италии драматизм наводнений не очень сильный если в португалии практически 90 процентов земли засуха неимоверно это катастрофа просто для португальских фермеров ну можно так сказать у них нет больше фермерства в этом году урожая в португалии совсем не будет никакого то в италии наводнения напомню что первый христианский университет это город болонья я выложил кадры и там среди прочего есть видео где итальянцы разбирают после наводнения улицу вот все что вынесла и поют песню моя болонья вы знаете мило 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 и назвать этих у итальянцев волонтерами сколько по италии ездил всегда очень доброжелательное отношение к россии к русским к русскому языку представьте себе вам официант приносит пиццу ну классика конечно в италии надо либо макароны либо пиццу заказать но не мясо же не сосиску же баварскую и он вам тихонько вы там за соседним столом сидят украинцы и при этом кривит лицо и показывать что он всей душой с вами в италии хорошее отношение к россии к русским к русскому языку но политики опять же но политики вот мела ним она оставила японию вылетела потому что это конечно же катастрофа урожай в этом регионе от наводнения полностью уничтожен и вот представьте себе ведь всего лишь навсего четыре дня назад зеленский говорил уже смело не он же примчался в италию дайте самолеты дайте танки дайте денег напомню что у италии внешний долг больше чем у греции был когда немцев не пускали в кафе в греции потому что считали что германия пользуется и злоупотребляет бедственным положением греческой экономики у италии долг намного больше там припишите еще пару нулей и италия в своем тяжелом состоянии умудряется находить деньги для помощи зеленскому теперь разговор идет о самолетах если разговор идет о самолетах то тогда очень простой вопрос на италия будет поставлять самолеты и зеленский же полетел после предложения сунаков создать истребительную коалицию для украины и италия буквально пару дней назад сейчас в японии опять очередной раз мела не подтвердила самолетов не даст по одной простой причине потому что у них их нет но она готова оказывать содействие и обучать пилотов дорогие друзья вы знаете если самолета нет а пилота можно обучить я понимаю что есть учебные самолеты я все это понимаю в принципе нато спрогнозировала где и кто и сколько сунак тоже объявил об обучении и вот эта идея поставить самолеты украине f16 а теперь берем опять же смотрим на фокусника на белого кролика на этот цилиндр а также уже на собственные носки туфли и пиджак сняли ли не сняли так вот стороне наводнения мела не туда вылетает и на прямые вопросы джорджа говорит очень просто что она все понимает ну максимум что пообещали больше обещать уже не могут соответственно вероятность обучения украинских летчиков на f16 еще не принято знаете какая логика зеленский поехал в италию хиросиме с ней снова поговорил она от него удирает летит в италию потому что там наводнение и здесь она делает абсолютно правильно надо помогать своему народу а не заниматься украины и говорит мы еще не приняли решение не давите на нас а я вам переведу это на простой человеческий язык да нам еще не дали отмашку в рамштайне еще американцы не сказали сколько мы должны принять какое решение итальянцев и о чем какое отношение британцев или немцев вы о чем американцы еще не сказали что они должны делать поэтому есть политическая отговорка если рассматривать от вопрос дальше то что ли что же опроверг о том что информацию о том что германия будет поставлять f16 решение не принято а помните как столь запровергал по поводу поставок леопарда по поводу поставок гаубиц по поводу поставки мардера что в переводе куница легкая бронетехника из германии точно так же мы еще решение не приняли сам себе цену набивает мы тут такие знаете ответственные политики смотрим что германии выгодно что германии не выгодно шольц не дали отмашку не сказали вот решение не принято и на самом деле вопрос который обсуждается что в берлине что в риме он идет с другой точки зрения ведь одно дело что зеленскому нужна победа которую запад обеспечивает поставками вооружения это доктрина в европе априорная по другому никто здесь не рассуждает среди политиков и дальше я просто цитирую что сказал шольц на саммите г-7 киросиме во первых всем известно что у нас нет даже таких самолетов ух ты как интересно ну тогда нужно окунуться в бизнес дело в том что какие бы самолеты не поставили их нужно будет заменить новыми чтобы те же пилоты люфтваффе или итальянские пилоты чтобы они летали на других вопрос как живет американская индустрия производства военной техники мне кажется прекрасно у них все состоялось и действительно зритель это простой европейский гражданин который на себе четко ощущает что его раздевают правда он еще не понимает он смотрит вот этими глазками детского удивления и счастья вот он кролик вот он появляется из цилиндра и закономерность этого производства ну извините все продумано евгений сколько у нас осталось до новостей минуты целых полторы минуты так вот решение о поставке истребителей в 16 мы рассматриваем не с точки зрения поставят или не поставят а о том что нас через окно овертона подготовили к следующему будет полностью интегрированная система нато в будущем это будет и в 35 а через 10 лет в 45 а через пять это будут спутники на территории украины если мы пойдем по европейскому варианту будущего мира и архитектуры безопасности на самом деле речь идет не подготовки пилотов а интеграции целой территории близкой к российской федерации для того чтобы там были аэродромы которые готовы будут отправлять самолеты которые готовы будут бомбить российскую федерацию вот о чем речь о чем речь о чем речь о чем речь